Уж казалось бы, сколько тайн хранит этот всем известный город. Но поверьте, жемчужине у моря и сегодня есть чем удивить. Мне кажется, Одесса представлений не требует. Этот город у моря любят миллионы и, казалось бы, знают его до последней ступеньки. Но я вам хочу показать другую Одессу, которая живет в кромешной тьме. Здесь, на окраине, находится уникальное место, целый район, где живут незрячие люди и строят свою жизнь по-своему. У меня в Северском районе еще лучшее оборудование для слепых. Уникален он еще и тем, что незрячим одесситам удалось здесь не только сохранить свое предприятие, но и сделать его прибыльным. Наша задача не только дать людям работу, а научить их работать, научить их жить после работы. Здесь не только дают работу, а действительно помогают начать жить заново. Я понял, что я слеп. В эфире я подумал, что я сдал оружие. Мы летали с оружием все сто лет. Надо стыдиться, что ли? Для тех, кто живет на ощупь, нужны специальные знания и навыки. Без них незрячие просто обречены. Она вообще не двигалась. Ее привезли. Она вот так вот, вот так вот двигалась. Ой-ой-ой. Вот так. Это у нас уже прогресс. Испытания не заканчиваются и после школы. Работы для слепых не так и много. Да и зарплаты оставляют желать лучшего. Но главное, чего хотят эти люди, изменение отношения к ним окружающих. К примеру, да, среди юриста сидит зрячий, к примеру, там, нотариус, да, юрист. И незрячий. Вот по большому счету общество к какому пойдет? Ну так, по водорогу нахуй. Благодаря чему Одесса стала одним из лучших городов для слепых в Украине. Согласитесь, Одесса – город особенный. Не один раз воспетый в песнях и стихах. И дело не только в колоритных улочках или запахе Черного моря. Уникальным этот город всегда делали его жители. Моя одесская история будет совершенно другая. Она происходит и сейчас, в обычном, даже безликом спальном районе. Она тоже о невероятных одесситах, которые, не видя происходящего вокруг, показывают, что такое жизнь на ощупь. Эту дорогу он знает наизусть. Валерий Константинович, не спеша, по давно знакомому маршруту, несколько раз в неделю приходит в один и тот же магазин. Но дело не только в здешнем ассортименте. Сим-сим, откройся. Аккуратно, аккуратно. Была где-то... Была водиста. Всем могу вам помочь. Вот, спасибо. Добрый день. Друзья, мне нужно сделать закупку. Совсем не сказочная кнопка для него, как лампа из сказки про Алладина. Это последнее одесское ноу-хау. Недавно такие специальные устройства вызова для людей с проблемами зрения появились здесь в нескольких магазинах и аптеках. Пакет кефирчика, да, с процента есть у вас такой, да? Два с половиной. Ну, тощий кефир, короче, они сделаны. Вот, два ксочка медовика. Наполеончик лучше. И что еще? Ага, и шпроты, он весь, он чесные, сухие, не в масле. Всего несколько минут, и нехитрые покупки сделаны. А сегодня в придачу еще и приятный бонус. 81 гривна, 32 копеечки. Скидка, это скидка мне как инвалида или городская? Магазинная скидка. Это магазинная скидка, магазин вам делает скидочку. Уже по возвращению домой Валерий Константинович в хорошем настроении начал рассказ о себе с песни. «Под крылом самолета о чем-то пойти? Йо-йо, зеленое море, тайги...» Ребят, я забыл. Пожалуй, больше всего, как страшный сон, он хотел бы забыть тот день, когда его жизнь в одночасье изменилась. Летчик с многолетним стажем, проснувшись однажды утром, понял, небо ему больше не видать. Впрочем, как и всего остального. Вот он проснулся, и ничего не вижу. Я и так, и так, и так, и так, но ничего не вижу. Я понял, что я слеп. И впервые я подумал, пожалел о том, что я сдал оружие. Мы летали с оружием все сто лет. Достовериться, что ли? Потерю зрения он пытался скрывать от своих близких и даже от себя. Это для него был настолько тяжелый шок, что я как-то прихожу с работы, а он смотрит, смотрю, ставит чашку, мимо чашка упала. Столько посуды перебиты. Остаток его зрения всего 2% на одном глазе. Это хоть и позволяет различать свет и тень, но Валерия Константиновича это мало утешает. Ему буквально пришлось, что называется, учиться жить по-новому. И начал он с малого. Заварить чаю и сейчас целая история. Посмотрите, как я воду заливаю. Вот это у меня очищенная вода. Стациональный фильтр довольно мощный. А я стою вот так. И по звуку я слышу, что вода пошла в это. Попала. Попала, да. Потому что, видите, зубы бывает. Теперь звук – один из его основных ориентиров. Но полностью положиться на него не всегда получается. Иногда меня злость такая берет, потому что я денег не вижу. Меня не часто обманывали, но обманывали капитально. в транспорте и в трамвае грабили. Повсего я не вижу. Это сейчас Валерий Константинович легко показывает, чему научился за долгие годы. А тогда, 29 лет назад, летчик, который еще помнил небо, долго не мог понять, как найти свое место на земле. И если в родных стенах он научился жить, то что делать в большом и теперь уже неизвестном мире, он не знал. Думаю, ну не может быть, чтобы никто на слепых внимания не обращал. Тогда я не знал даже, что есть общество слепых. То есть знал теоретически. Позвонил, узнал где-то общество слепых. Вот это здание за спиной Валерия Константиновича много лет назад изменило его жизнь. Здесь он получил первую работу. Это не просто предприятие на окраине Одессы, а единственное место на юге Украины, где человек с нарушениями зрения может трудоустроиться. Здесь его называют фабрикой слепых. Сейчас я хочу вам показать еще наши цеха, если вы не против. Директор Юрий Анатольевич как никто другой понимает специфику работы, ведь родился абсолютно незрячим. Врачам удалось вернуть ему лишь одну сотую одного процента зрения. Но когда видишь, как уверенно он двигается по здешним коридорам, этого и не скажешь. И он работает. Когда-то здесь делали стандартные советские розетки и выключатели. Но 4 года назад, благодаря переходу на производство пластиковых изделий на фабрике слепых и начался новый этап. Вот здесь у нас находится первая часть литейного производства. Вот эти вот запасы полипропилена она должна переработать за день-за два. Здесь у нас работает наша гордость, наша звезда спорта Оксана. У Оксаны ДЦП, но она прекрасно влилась в коллектив незрячих, помогая сразу же отсортировывать брак. На некоторых процессах нужно зрение. Впрочем, и вариантов у нее было немного. Никогда не хочет взять на работу, что это... К сожалению, справа уже не от нас. Хоть вешалок в жизненных планах Оксаны и не было, она все еще хочет стать медицинским работником. Фабрика слепых стала единственной возможностью зарабатывать хоть какие-то деньги. 5 тысяч гривен, хоть и немного, но лучше, чем ничего. У нас на предприятии зарплаты могут колебаться, только не пугайтесь, от 200 гривен до 7 тысяч. Заработок у каждого зависит от количества произведенной продукции. Сегодня на предприятии работает чуть больше 100 человек. В основном это люди с нарушениями зрения. Все они работают вот в таких отремонтированных и теплых цехах. В каждом чуть больше десятка рабочих мест. А вот, Сергей, тот цех, где собирается вешалка. Здесь все его обрывают, защищают, вставляют крючки. Вот, кстати, здесь сидит ваш тезка. Это наш вип-тренер по вешалкам. Намек я понял. И, посмотрев на процесс, решил попробовать работу на ощупь. Первый блин пошел комом. Что у меня не входит? Странно. Надо его вставить, а потом провернуть. А, все, да. Есть. А сколько вы за это время сделали? Да, я не напрягаюсь к вам, что-то клюшу башу. Спецом по вешалкам Сергей стал недавно. Раньше он имел остатки зрения и 8 лет проработал на другом предприятии. Но когда окончательно ослеп, смог устроиться только здесь. Есть очень много работ, которые могли бы делать. И почему-то не дают. Я считаю, что лучше зазрячивать себе, не морочить себе голову. Что со мной ее морочить, я не знаю. Покажите один раз, как это делается. В принципе, эта нехитрая система обучения на фабрике слепых так и работает. Новый сотрудник учится на практике. Будь то вешалка, прищепка или фурнитура для мебели. Наша задача не только дать людям работу, а научить их работать, научить их жить после работы. Как правило, людям с нарушениями зрения тяжело уживаться в обществе. От нежелания быть обузой они скорее выберут жизнь в заперти. И это пытаются исправить. Написано шрифтом Брайля, в центре реабилитации. Василий в прошлом был отличным электриком. Когда полностью ослеп, пришел работать на это предприятие. Спортзал – одно из его любимых мест. И дело не только в занятиях спортом. Главное – это общение. Ну вот, так, ну, теперь пойдем. А вот и самые молодые сотрудники тоже занимаются после работы. Главное – это лягушка. Я застеснялась. Хорошо. Кстати, это их первая работа после школы, поиски которой длились долгие шесть лет. Сама школа находится всего в нескольких минутах ходьбы. Интернат для незрячих – еще одно отдельное государство. Добрый день. Добрый день. Что сказать надо? Ксюша. Привет. Дима. Доброе. Это такое восприятие? Доброе утро. Через то, что на 90%. Из-за того, что в основном на 90% дети с нарушениями зрения – аутисты, у них свое собственное пространство. Они не пускают свое пространство посторонних. К ним нужен особый подход. Программа обучения у них такая же, как в обычных школах. Вот только чтобы ее освоить, дети с нарушениями зрения должны еще до первого класса выучить намного больше, чем другие. Например, специальный шрифт Брайля. Ксюша, расскажи, какая буква О? Какие точки? Первая, третья, пятая. Первая, третья и пятая. Нам кажется так легко. Они читают слева направо, а пишут справа налево. Они буквы пишут в зеркальном отражении. Скажу откровенно, я не сразу понял, как это работает. А вот школьники заверили меня, что выучить все можно очень быстро. Для меня было несложно. Я выучила его где-то за полгода. Ну, может, меньше. От руки могу написать плоским шрифтом букву А. А еще здесь есть уроки вышивания и рисования, где все сводится к тому, чтобы научить ребенка видеть руками. Только тогда перед ним открывается невероятный мир литературы. Все мы видели школьный букварик, когда дети идут в школу. Так вот, шрифтом Брайля он представляет из себя три книги. Здесь даже с помощью простой лестницы дети учатся преодолевать страх и неопределенность. Так, так, а здесь приходила я твою ручку отпускаю. Сама, сама, нет, нет, сама. Одной ручкой держишься, одной ручкой держишься, одной, одной, я рядышком, я рядышком. Рядышком, да, рядышком. Так, хорошо. Она вообще не двигалась, ее привезли. Она вот так вот, вот так двигалась. Вот так, это у нас уже прогресс. Сама, сама, сама. Тяжелая работа дает свои результаты. К окончанию школы незрячие дети могут ходить самостоятельно. Так, обратили внимание, как легко он соскочил. Кто может сказать со стороны, что это вообще человек безус ноль? Да, он не способен. Я даже не буду идти за ним, потому что это не нужно совершенно. Он совершенно все самостоятельно сориентируется. Знакомьтесь, это Анатолий. Он ученик выпускного класса. И если бы у него в руке не было трости, я бы никогда не догадался, что он слеп. Для того, чтобы спокойно идти и чтобы легко трость летала, ну, нужно, чтобы рука была расслаблена. Личность должна быть независимой. И не ждать, чтобы кто-то помог. Благодаря таким знаниям Анатолий может не только мечтать о полноценной жизни, а жить ею. Кстати, перед вами будущий юрист. Но пока он старательно оттачивает свои навыки. Так, у нас дальше встречается галька, если не ошибаюсь. Ну, мелкие камни. Угу. В сельской местности тоже может встречаться. В боте моря тоже может встречаться. Вы чувствуете этот рукушляк? Это палочка или это... Это чувствуется и тростью, но и ногами. Здесь оно тоже чувствуется. Звук тоже есть. Вон, когда идешь, у него тоже есть свой звук. Анатолий понимает, что заниматься на хорошо знакомой тренировочной дороге легко. А стоит выйти в город за калитку, и все кардинально меняется. Это и сделано, чтобы это чувствовалось ногами. Это специально предупреждающая плитка о том, что впереди идет либо какая-то опасность, либо переход. Такая плитка называется тактильной. Для незрячего человека один из важнейших ориентиров на дороге. Чувствуя под ногами различные рисунки, незрячий становится похожим на автомобилиста, двигающегося по дорожной разметке. Аккуратно, автомобиль. Ну, не, ну, я же не выйду, тут же, видите? Ага. Вот. Одесское общество слепых последние несколько лет самую активную работу ведет на улицах города. И его руководителю, Алексею Николаевичу, уже есть что показать. Слышите, да? Ага. Вот идет постукывание, можно переходить? С звучащими светофорами Одесса оборудована уже на 80%. А это, ни много ни мало, лучший результат в Украине. Но удобным для передвижения незрячих город стал пока лишь на треть. И чтобы закончить работы, потребуются годы. Но сегодня, по словам Алексея Николаевича, главное, что процесс идет. Если дальше городские власти будут в таком темпе идти, то мы лет через 10, так вот 20, я думаю, что мы вообще забудем о проблеме доступности людей с символизацией по зрению. Это значит, что он может в перспективе зарабатывать деньги, содержать свою семью, покупать жилье. Мышку в своей работе я не использую. Есть специальные программы, которые позволяют пользоваться людям с нарушениями зрения при помощи специального синтеза речи. Вячеслав Станиславович, когда-то выпускник этой спецшколы, а сегодня учитель информатики, уверяет, что незрячие люди уже могут полноценно работать на компьютере. Наши дети в 12 классе во втором семестре изучают основы программирования среды Делфи на языке Паскаль. Все, что напечатано, при большом желании, можно еще и проверить. Текст машина может перевести с помощью шрифта Брайля и в печать. Вот здесь линия разреза. И вот мы получили то, что у нас на экране. Кстати, стоимость принтера около 8 тысяч долларов. Я решил встретиться с выпускником школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Так я познакомился с Евгением. Я если знаю, где кто что стоит, то я легко обхожусь. В домашних условиях у Евгения, как я понял, сложностей никаких. Сможет и еду приготовить, и даже ремонтом, если нужно, заняться без посторонней помощи. Я для прикола, ну давненько, правда, уже забиваю гвозди левой рукой, молотком обратной стороной. Евгений начал терять зрение с самого рождения. Болезнь сетчатки отобрала последний свет, когда ему было 17 лет. Несмотря ни на что, он живет полноценной жизнью. Работает массажистом, а все свободное время отдает велоспорту. В 2015-м это был первый велопробег, который называется «Бачу, может, я поможу». Вот, я проехал, по-моему, километров 800. Но это не за один день, это где-то по соточке в день. Вот, и потом в год с тех пор я наезжаю где-то 3-4 тысячи. Велопробеги делаются на вот таком тандеме, где у незрячего велосипедиста есть волонтер-ассистент. Евгений верит, что устоявшиеся стереотипы о незрячих, как о людях с ограниченными возможностями, самое время менять. Ограниченность моих возможностей в том, что мне нужна для того, чтобы я получил от жизни все, посторонняя помощь. Все. На Одесской фабрике слепых как раз заканчивается очередной рабочий день. Но сотрудники не спешат расходиться. Многие отправляются в местный дом культуры. Под душевную музыку окончательно развеялись мои стереотипы о домах культуры, как о пережитке советского времени. Тот, в который пригласили меня, искрився жизнелюбием и общением. Незрячий человек, но это уже инвалид, который сидит дома. И он сидит дома, да. Это уже инвалид. Мы себя инвалидами не чувствуем. То есть у нас жизнь идет точно такая же, как у всех здоровых зрячих людей. Я даже на двух работаю. На двух? Да. А кем, если не секрет? Мы все работаем. Юристом. Я работаю учительницей в школе 93-й. В 93-й школе. А вы? Я работаю в школе ночной, воспитатель ночной. Рассуждая о жизни каждого, все сошлись во мнении. Да, жизнь не сахар, как говорят в Одессе. Но зато незрячие, как никто другой, привыкли преодолевать трудности. Они всегда находят возможности и силы не только песни писать, но и доказывать всем и каждому, что для них нет ничего невозможного. Вот так и сплетается коллектив неравнодушных, активных и инициативных людей. Они не перестают творить и стучаться в двери кабинетов чиновников. И добиваются улучшений в непростые для Украины времена. Им оказалось под силу изменить к лучшему целый город. Одесса уже приятно на ощупь, хотя впереди еще немало работы.